Привет, зрители! Сейчас тебя ждет обзор подарков от подписчицы Полины. Вообще, крутой обзор. Раньше люди пользовались почтой России, а потом случились озоны, вайтбрисы. Так вот, на вайтбрисе даже удобнее забирать. Ох, мне до спакетик вынули. Я за заказом с вами ездила, обзор, потом будут отдельные заказы. Сазын, вайтбрис, вот халатик как раз вайтбрис, но на него был даже обзор с примеркой. Если интересно, глянь, плейлист шматья. Косметика и одежда, по-моему, называется. В общем, рука потянулась. Прям можно было по-самерить. Так, где ноженки-то? Ух ты, кремики. Ну, я как бы видела уже это, что там, но... Потом я отрубилась на пару-тройку часов. И, видимо, уже забыла. Кремок для рук. Флант. Лилия, роза, молоко. Видимо, черника. И авокадо. Что это я смотрю, я тебе не показываю. Смотри. Так, сейчас сображу. О, его авокадо-то можно закрыть и открыть. Прикольненько. Мне вообще, я заметила, понравились вот такого флакона. Вот такого, точнее, формата флакончики. У меня сейчас и фрошевки достану. И я руки как раз им помазала перед этим. Я когда-то давно на Алиэкспресс заказывала какой-то крем вот с такой же фигнюшкой, но крышечкой. Зафольгирован, в отличие от фроша. Круто. Спасибочки. Не могу понять, что тут написано. Рурек или Хорек. Или Юрек. Вот. Да, это, это, влюбери. Черничка, походу. Я тут обзоры пишу. И понимаю, что хочу есть. А сейчас смотрю на эти ягоды и авокадо. Черника-то, может, у меня в морозилке-то еще есть. А вот авокадо, это магазин надо пилить. И авокадо в магазине покупаешь, раз на раз не приходится. А сейчас уже темно, и магазин пилить неохота. Но у меня там есть курочка. Милк. С коровой. Такая коровая прикольная. Так, с сердечками. С розочкой. А вот с розочкой я сейчас вскрою. Несмотря на то, что у меня на кухне крем. От Катеньки. В сумочке такой же крем. Ну, из того же наборчика от Катеньки. На столе, вот на компьютерном, тоже крем. Ну, как, идешь вот это, сидишь за столом, компьютером. Надо руки смазать кремом. На кухне тоже крем нужен. В сумочке тоже крем нужен. И фрешевский крем сейчас на тумбочке. Потому что тот, который там был, год в пустых баночках. Так, куда бы тебя. Не, я понимаю, что недавно крем обмазалась уже. Буквально перед тем, как идет снимать. Просто интересно стало. Потому что тот, бьюти кис, кис бьюти точнее, очень сильно пах эссенциальной розовой эссенцией. И крутой такой был. Этот розовый не пахнет. Но он быстро тоже впитывается. И немножко другой по консистенции. Прикольный такой. И руки еще более увлажненными стали. Спасибо, Полиночка. Так. Сейчас третий достану. Третий у нас лилией. Вот. И ты не поверишь, зритель, я все еще никак не уберу елку. У меня там фоном гирлянда играет. Я сегодня на нее так посмотрела, говорю, елка, ладно, я постараюсь завтра убрать. Там еще украшения надо с окон снять. Прям сумочка такая. Так, она более фиолетовая. Может, на свет сменить слегка. У меня там кольцевая лампа. Где-то. Включалка. Вообще она RGB-шная. Сейчас поиздеваюсь. Так. Более фиолетовый, сиреневый или нет? Вот синий дает как раз нужный оттенок практически. Даже вот желтый вроде как дает его. Я еще когда обзор шмотя снимала, подумала, может включить одну RGB-шку, а другую просто белую. Так, более бледный. Какой тут у нас? Синий выдавал, да? Да, синий вроде как более-менее ближе так к этому показывает. А нет, желтый, вот, желтый. Желтый выдает именно тот цвет, как надо. Потому что у меня сверху все еще четыре лампочки. Я пятую все никак руками. Руки все никак не дают ее вставить. Ну, как бы достать и вставить. Кстати, пакет такой прикольный. Он такой ребристый. Зритель, вот ты сейчас звук этот слышал? Если он у тебя мурашку вдруг вызвал, дай знать. Я потом его застремляю, если что. Пойдите-ка, иди туда. У нас тут пять кремиков. А я еще думаю, что меня Поля спрашивала на прошлом, что ли, стриме про принимаю ли я ванну или душ. А я тут на днях как раз собиралась в ванну завалиться и поваляться в ней. Думаю, блины соли для ванн нет. Думаю, надо купить на днях будет. Так вот, Поля читает мысли. Я, конечно, достала сначала пену для ванн, но я тебе покажу сначала соль для ванн. С отрактом пихты, соль для ванн. Dream Naturals. Так, ванна 15-20 минут растворить 4 столовых ложки соли 38-40 градусов. Ванна для ног 1 столовая ложка на 1 литр воды при 40-50 градусах. Соляной компресс, разогретая сухая соль при температуре 55-60 градусов. Офига себе, еще и такое. Ой. Я ее в одном месте рвала, а она решила порваться в другом месте. В 500 грамм. Ну, я пытаюсь учуять ее. Но ее надо сначала раскрыть. Ох. И там вот такой пакетичек. Вот, блин, пока ее в руке держишь, не чуются эти 500 грамм. А когда вытаскиваешь... Немножечко. Чутко чувствуется через пакет. Это приятно пахнущее фикто. Может, сегодня засунусь в ванну, а может, уже завтра, потому что у меня тут дофига монтажа. Соль природная, отдушка, натуральный экстракт пихты. Очень классно. Большущее-пребольшущее спасибо. Я что-то сама сто лет соль уже не покупала. У меня была какая-то соль. Я ее так в фигах всю пачку почти практически. Натуральный экстракт пихты отлично успокаивает нервы, и помогает справиться с простудой, и способствует более быстрому введению токсинов. Обалдеть. Соль наполняет вашу ванную комнату приятным ароматом. Нежно очищает, осмягчает кожу, обновляет клетки, повышает тонус, стимулирует кровообращение, способствует снижению мышечного напряжения, и улучшается он вообще к месту. С кровообращением особо. Так, а тут у нас... Натура, Санат, чего-то там еще. Медицина лечит, природа исцеляет. Пена для ванн. Мяты... Ой, малина и эвкалипт. Я еще читаю мяты, а сама смотрю малина. Я же ее уже видела, что это малина. Пока еще ждала автобуса маршрутку на остановке в Солнечном. О, китя такая. Целых пол-литра. Слушайте, так вкусно пахнет вообще. Обалденно. Не сегодня, а завтра заюзаю. Я еще так думаю, может вместо душа с утренца в ванной поваляться. Обычно я в ванной валяюсь, а когда придешь такая полуживая, и хочется в ванной поваляться. Но чаще на механке было. Тут как-то у меня по разным причинам все не очень выходило. Но иногда бывает, придешь такая, утром душ, прошла часа четыре, придешь такая домой, хочется в ванной поваляться в фигах, за пять минут ванна готова, и валяешься в пене. А иногда вечером. У меня есть пена для ванн, как бы вечерняя такая, от Эйвана, от подписчицы Лёли. Но почему-то на меня вечерняя пена для ванн действует бодряще. Вот так вот зафигачишься в ванну с пеной вечером, перед сном. А потом еще четыре часа бодрствуешь, и что-то энергетически, как на энергетике шарахаешься. Добавить три-четыре колбачка средства в ванну и взбить под сильные струи воды до образования обильной пены. Обалденно. Спасибо большое. Сейчас достану штуку о существовании, которое я даже не подозревала. Она даже с пупышкой. Ну, мы ее сейчас вскроем. Я на остановке весь джопа прочитала. Крем-духи для тела, шлейф из звезд. Вот это я имею в виду, что крем-духи. Ну, сухие духи, как бы, я понимаю. У меня были какие-то эфрашевские. Точнее, не у меня. Я заказывала, чтобы подарить человеку. Примерьте нежный шлейф из звезд. Крем-духи для тела смягчает, увлажняет кожу, придавая интригующее мерцающее сияние. Основа крема натуральная, невероятная, питательная и полезная для кожи, масла, шипакетик свернулся. Потрясающий аромат органического жасмина и мускатная руса придаст вам космическую притягательность и волшебную соблазнительность. Вот эти баночки органик шок. У меня, кстати, этот шок, я и сказала, органик шок, у меня карта клиентская еще до сих пор лежит. Я в Дярике в 19-м году последний раз была, и кажется, в этом магазине тоже тогда же. сейчас я соображу, где ее вскрыть, чисто понюхать. А вот, наверное. вкусно, но еще и выглядит так, это, прямо, ну, как десертик. Прикольно. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо, Полечка. Ну, и там еще одна такая же. Одна закончится, другую начну. Так. Пумс. Чтобы не сварилась сама. И еще одна штучка. Новосвит. Сыворотка для лица и шеи содержит комбинацию из ана и вна кислот. Или ахабна. Ну, не знаю, короче, наверное, ана и вна. Которая мягко отшелушивает кожу. Способ применения на чистую кожу огласните тонером. Нанесите 3-4 капли сыворотки, избегая области вокруг нас. Равномерно распределите до полного впитывания. Может ощущаться липкость, которая вскоре проходит. Рекомендуется использовать перед сном. После сыворотки необходимо нанести ночной крем. Подходит для всех типов кожи. Применять 2 раза в неделю. Вот сегодня как раз и заюзаю. Пребиотик, салициловая кислота и новый источник анокислот австралийский экстракт икры в кавычках гимпи лайма Дальмабазис Спасибо. Сейчас я ее даже... А у меня же есть ножичек специальный, чтобы вскрыть эту пленочку. Ох! Я кошку изолировала на время, потому что у меня там стоит фотобокс и она усиленно хочет его погрызть. А мне его жалко. Фотобокс с новым фотофоном. Ну, в смысле, как новым? Я его еще не юзала. Хочет тоже поучаствовать в презентации. О! О, там такая же это, пипеточка. Прикольно. Ночная сыворотка для лица и шеи. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо большое. Так, сейчас я брак на закривячки. Вот. Соль. Ой! С пеной. Я же иногда еще кидаю соль и пену одновременно. Помню, у меня на механке был такой маран, когда все вроде есть, но хочется эффекта шапоголизма. Я фига много какого-нибудь геля для душа и фреша в ванну. Соль, там еще какое-нибудь эфирное масло, еще какой-нибудь отвар, трав и туда так бульк. Кремики. Обалденные. Баночки органик китчен. Органик китчен от органик шоп. Я что, их так давно не видела? А, ну да, я их... Я не знаю, у нас они вообще продаются или нет, я не видела. Но специально не искала. А у Ярика последний раз, когда была, тогда их и видела. Сыворотка. Усё. Спасибо, Полечка. Очень порадовала. Очень приятно такое получить. Обозреть. Вам показать, себе поюзать. Спасибо всем, кто осилил до конца. Если хотите поддержать мой канал каким угодно способом, то вот здесь вот будет облачко такое. А если ждете АСМР, а я все не пишу тот, который вам хочется, то можете подписаться на Бусти, если вы из России. А если не из России, то можете подписаться на канал, стать спонсорской подпиской. Вот здесь будет облачко. Спасибо Амине за спонсорскую подписку. Ну и так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok